На очередном совместном заседании постоянных комиссий городской думы 5-го созыва депутаты вернулись к обсуждению вопроса о застройке, а также о мероприятиях по переселению граждан из аварийных, непригодных для проживания жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа. Расселены общежития 1-5. В трех многоквартирных домах коридорного типа номера 6, 7 и 8 остаются 67 семей. И это 154 человека. По словам заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре Сергея Мирончука, в настоящий момент на реализацию программы застройки северной части 2-го микрорайона нет финансирования. Кроме того, в процессе дальнейшего сноса домов появляются нерешенные вопросы. Жилые дома мы сносим, но остается вопрос нерешенным вопрос сетей. Те сети, которые там есть, они используются на новые уже дома, которые будут строиться там, их невозможно. И поэтому инвестор, который туда придет, он должен будет построить сети бесплатно и после их ввода в эксплуатацию передать в муниципальную собственность. Поверьте, таких инвесторов немного. Почему мы и отказались от вот этой программы, от реализации, а начинаем застраивать точечно. В настоящий момент на месте снесенных домов сформирован земельный участок общей площадью 4647 квадратных метров. Его предполагается передать на торгах под точечное строительство. Всего в ходе реализации мероприятий по соглашению о сотрудничестве фонда жилищного строительства ЕНАО с администрацией города за период с 2011 по 2015 годы в Губкинском расселено 179 семей. Это 328 человек из домов 1, 2, 3, 4, 5 и частично из 8 дома. По словам начальника управления жилищной политики администрации города Жанна Казакевич, до конца этого года в Губкинском планируют ввести в эксплуатацию два жилых дома в 9 и 15 микрорайоне. Соглашение о передаче квартир и договор о передаче в безвозмездную муниципальную собственность пока не подписан. Сергей Миранчук отметил, что в ближайших планах фонда жилищного строительства ЕНАО построить в Губкинском в течение пяти лет около 20 тысяч квадратных метров жилья по разным программам. Это радует, что последняя встреча с Калашниковым была у меня. Они готовы, мы им все, что необходимо, отдали. Сейчас дело за ними, а они ждут денег. Вопрос переселения горожан из домов 2-го микрорайона депутаты не оставляют без внимания, поднимая его и в городе, и в окружной столице. Общежития стареют, и необходимо решать этот вопрос. Поэтому в конце ноября состоится заседание Координационного совета в Законодательном собрании ЕНАО. Я выступаю как раз по данной теме, по переселению жильцов из ветхого аварийного жилья. Проблема будет обозначена, потому что необходимо лоббирование этого вопроса, чтобы фонд жилищного строительства, наверное, больше внимания обратил на наш город Губкинский. Елена Канина, Олег Семагин, Новости Губкинского.